Процесс входа в коллектив для AD Carry зависит сугубо от самого игрока, как на позиции саппорта, так и на позиции стрелка. То есть если они играют примерно на одном уровне и знают, что друг от друга ожидать и что каждый должен делать в какой-либо ситуации, то этот процесс проходит максимум за неделю с кремом. Можете какую-то более-менее хорошую энергию натренировать для того, чтобы без особых проблем выступить, например, на выходных. Но частая смена стрелков, как по мне, это очень сильный удар по команде как в целом, потому что у каждого игрока есть свой, допустим, плейстайл, свои лимиты, свои особенности. И команда, вот именно командная синергия со стрелком, она нарабатывается очень долго за счет большого количества тренировок. Потому что если ты играешь с человеком, например, месяц, два, три, пять, то ты точно знаешь, что в какой-то определенный момент, что этот человек будет делать. Если ты меняешь за две недели двухразых игроков, то как бы ты там не натренировал синергию на боте, то в итоге команда может просто не ожидать чего-то или не доиграть просто потому, что они мало играли с новым игроком. В прошлом сезоне наша стратегия против некоторых команд являлась тем, что мы просто нивелируем из сильной стороны и давим тем, что сильно у нас. В этом сезоне я стараюсь, чтобы мы так не играли, потому что это редко приводит команда к прогрессу. Вы просто бьете по больным точкам оппонента, а потом, когда встречаете более сильные коллективы или противник исправляет свои больные точки, это уже не работает. Поэтому мы стараемся играть именно на свою игру и реализовывать свои потенциалы, а не играть от каких-то ошибок или слабости оппонента.